Александр Николаевич, здравствуйте! И вам не хворать! Здравствуйте, Александр Николаевич! И вам не хворать! А, вы мне так отвечаете, да? Андрей Паук вам звонит. Хочет уточнить новость про 70 работников, которых должны уволить перед приездом Лукашенко. Правда или как? Меньше верьте сплетням. Это же сплетня. Не будете никого увольнять? Конечно нет, это сплетни. Ажиотаж, как всегда. Не верьте. Сплетни. Ага, понятно. А рабочие у вас как? Любят Лукашенко или не очень? Ну, вы задаете такой детский вопрос. Что значит любит, не любит? Любит матерей, жену. Значит, не любит. Неправильно формулируйте. Вы говорите глупости, уважаемые. Как у вас имя, отчество? Паук Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, вы говорите глупости, ну согласитесь. Так я не понимаю. Вы мать свою любите, жену любите, детей. Я так понял, что никто не любит у вас на фабрике Александра Лукашенко. Вы говорите чушь. Вы говорите чушь. Так а как правильно говорить? Не понимаю, для чего вы вот это задаете вопрос. Так у нас же патриотизм воспитывают в Беларуси. В том числе и любовь к президенту прививают. Так я не понимаю. Любовь к родине. Все правильно. Должны воспитывать любовь к родине, любовь к семье, любовь к нашим ценностям. Что в этом плохого? Так а президент разве не наша ценность? Вы же учились в школе. Вам же прививали ценности. Правда? Любить родину, любить страну, любить семью и так далее. Короче, увольнять не будут вас рабочих. Даже тех, кто не лояльный. Еще раз, как зовут? Как я забыл. Андрей Владимирович Паук. Разве вы меня не знаете? А как я могу вас знать? Подпишитесь на наш канал Рудобельская показуха. Паук, у вас какая-то фамилия странная. Русская. У вас такая фамилия? Русская, белорусская. Да нет, если русская. Паук, это какая-то непонятная. А какая, немецкая что ли? Не слышал таких. Не, не слышал. Хорошо, Владимирич, все. Я, к сожалению, не могу больше уделить вам времени. Работаем, работаем. Работаете. Хорошо. Спасибо, что звонили. Удачи вам, всего хорошего. На здоровье, до свидания. Спасибо и вам. До свидания. Лукашенко давно потребовал запустить вытворчить картону. Тую вытворчить выдавали китайцы. И она не запускается никак уже все термины иминули. Теперь я спробую запустить австрийцы. И восьмой произвизит Лукашенко склали список «звольнить 70 человек». Некоторых звольняют семьями. Спочатку пропонуют написать заяву на властном жадании. По властным жаданиям. Коллег, кто не сгодны, забирают после смены с проходной на трое и больше суток. У изолятор часов в утромании. И потом звольняют. Что у одного из наших коллег после утромания на пропагандистских телеграм-каналах? Керовники настолько изгубили пристойность, что вот же кажут. Так это репрессии, переслед. Люди боятся. Рассказал вводит один былых работников фабрики. У нас маленький городок. Все у всех ведают. Все на виду в локу. Мы доведались от наема выконками, что на фабрику спущены спис 70 человек. Руслан Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Паук беспокоит вас. Да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, пишут тут СМИ всякие оппозиционерские, что 70 рабочих на доброческой фабрике будут увольнять. Так это надо у СМИ оппозиционерских спросить, откуда у них такие сведения. А им рассказали работники фабрики непосредственно, что... Не знаю конкретно, кто. Загад поступил из полкома. Так я решил уточнить. Загад из полкома такого не было. Для меня это тоже было удивительно, неожиданно. Ни о каких 70 человеках я не знаю. Никого не увольняли, не увольняют и не собираются увольнять. А откуда эти 70 человек, это я говорю, это нужно уточнить у самих этих СМИ, которые написали эту информацию. Ну, слава богу, что никого не увольняют. Да. Тогда, так уже подготовились к приезду президента? Ну, готовимся. Думаете, ему понравится у вас? А почему нет? Так ему постоянно что-то не нравится каждый раз. Почему нет? Почему? Ну, впервые от вас такое слышу. Ну, я думаю, что ему не понравится. Ну, посмотрим, как пройдет. Там же не могут запустить завод этот, картон. Почему не могут запустить? Картон выпускается и продается. Так написано, что китайцы что-то не наладили выпуск. А где написано? А где написано? На радио Свободе написано опять-таки же что-то. Ну, то, что пишут, вот видите, пишут. Самое обидное то, что недостоверное сведение. Все, что пишут, а потом вот вы звоните, вы меня все это переуточняете. Вообще, если СМИ что-то пишут, должно же как-то давать ответственность за те свои слова, которые они пишут, скажем так. Потому что написать, а потом выяснять, так это или нет, это не совсем правильно. Золотые слова, Руслан Владимирович. Передам им тогда. Поэтому по 70 человекам я вам пояснил. Спасибо большое. Да, добре. Хорошо. До свидания. До свидания. Каратей, кто с Добрша, напишите, как ли, ласка, в комментариях. Можете убод к нам в Телеграм анонимно, что правда, а что неправда.